Снова пришел день 9 мая. И снова официально как бы праздник памяти. Так вспомним, как это было. Празднование 9 мая всегда проходило с помпой. Великая победа великого народа. Победа за ценой, которой Сталин не постоял. Оно и понятно. Сам ведь уничтожал своих же сограждан без сожаления и уколов совести. Зачем-то на память пришло историческое событие 22 сентября 1939 года. Событие совместного парада Вермахта и Красной Армии. Почему бы не проводить инсценировку такого ивента? Историческая память выборочная? А ведь есть что вспомнить. К примеру, проводимое в СССР на Красной площади в честь памяти мероприятия поздравления советских друзей Гитлеру в связи со взятием столицы Франции и Парижа. Почему бы не вспомнить маршала Тимошенко, который выразил что-то вроде признательности и дружелюбности нацистской делегации? И что, забыто это? Да нет же, похоже, что нет. Хотя признаться слабо. Похоже, руководители России и Беларуси все еще живут теми временами. Ряженых ветеранов, настоящие ведь уже в основном умерли, царство им небесное. А почему? Не потому ли, что в России походу возрождается сталинизм, уничтоживший миллионы ни в чем не повинных людей? Не потому ли, что у Лукашенко имеется симпатия к Гитлеру? Да-да, имеется. Война, принесшая огромная потеря, неоправданно огромная потеря, не прошла как будто. Потому что не осудили победивших ценой этих огромнейших потерь советских деятелей во главе со Сталином, считавшим, вероятно, народ биомассой. Больше на несколько тысяч, меньше на несколько тысяч. Непринципиально. Жертвами войны стало невероятно огромное число белорусов. Для кого-то страшное горе, для кого-то повод для применения мер принудительного воспитательного образования молодежи в духе преданности побитых молью советских идеалов. Могилев 9 мая 2017 года. Люди прошлись с портретами военных героев. Людьми этими были в том числе и дети. Зачем? Да, белорусы помнят. Белорусы скорбят. Но зачем детям психику ломать? Что они знают о войне? Зачем, если история пропитана ложью, а политика нынешних вождей, переименованных в президентов, далека от идеала? Затем, наверное, что полк бессменный. Что идеалы те же, нисколько не поменявшиеся за время, прошедшее со времен войны. Зачем насильно сгонять на мероприятия учеников и студентов. Кто захочет, тот сам придет. Но маскарад продолжается. И многие белорусы прекрасно понимают эту неискренность. Поэтому и бросают в урны и на тротуар цветы и флажки, которые не являются большой ценностью. Хоть и переименован прежний день победы в акцию «Беларусь помнит». Суть официального отмечения этого дня осталась прежней. Нужно кому-то ворошить мертвых, чтобы вызвать у народа ложный патриотизм и романтику подвига. Никто не против памяти. Но память должна быть не громкой, а наоборот, тихой и очень скромной. Не видя народных гуляний и маршей. Ведь не сегодняшнего поколения и не сегодняшних детей эта война. Не мы, сегодняшние белорусы, эту войну вели. Это война прадедов или дедов. В живых из которых уже остались, пожалуй, единицы. Это страшная трагедия. Прошлого столетия не должна быть поводом для пафосности и пропаганды. Это не повод для отмечаний, тем более со стаканом. И это точно не то, что может быть поводом для гонки вооружений. Война – страшная вещь. И поэтому в день 9 мая не надо ходить с цветами и флажками. В этот день нужно смотреть фильмы о войне, рассматривать семейные альбомы и вспоминать тех людей, которые уже не вернутся к жизни. Те города, которые были разрушены до неузнаваемости. Нужно зажигать свечи и молиться Богу, чтобы этого не повторилось. Говорят, на войне убивали, чтобы мы жили. Это что? Ода убийством? Это причина оправдания убийств и взятия греха ради какого-то непонятного будущего? Не лучше ли просто посидеть в этот день дома, поразмышлять над жизнью и смертью? Постараться стать добрее, внимательнее, скромнее. Нельзя путать любовь к родине с тем, что называется пропагандой. Нельзя привлекать юное создание к победобесию. Война закончилась в 45-м. Но не наступит ли она снова? С днем победы вас, земляки, товарищи, господа и, конечно же, друзья!